Парижский гид Парижская опера, которую в народе называют торт с кремом, была закончена к 1875 году. Это творение архитектора Гарнии. И стиль этот, золотой, тяжелый и помпезный, стиль бомбоньерки или коробочки для конфет, называют стилем Наполеона Третьего. А теперь вернемся к нашей теме. Интрига, скандал, расследование. Итак, в 1959 году однажды вечером оперу посещает Андре Мальро. О нем я уже много раз говорила. Андре Мальро это мой любимый, самый интеллектуальный авантюрист французский 20 века. Это человек, который первым стал министром культуры Франции. Слушает оперу, смотрит в потолок и замечает, что все это как-то грустно, пыльно, зал полупуст и все это не очень популярно. Андре Мальро приходит в голову гениальная идея. Мы отряхнем пыль веков с этих стен, говорит Мальро и приглашает для этой работы своего личного друга, которого он знает уже больше 40 лет. Этого друга зовут Марк Шагал. Марк Шагал, которому на тот момент 77 лет, получив предложение министра культуры расписать плафон самой главной французской оперы, пребывает в недоумении. И в своих интервью на французском с сильным русским акцентом он рассказывает, что я был поражен, я не знал, что мне делать и что ответить. Министру культуры не скажешь нет, но я не готов был браться за такую работу. Принять это решение Марку Шагалу поможет его жена Вава. Вава ему скажет, Валентина, она ему скажет, Марик, ну попробуй, нарисуй хотя бы эскиз, а там посмотрим. Шагал рисует эскиз, приносит его Мальро, Мальро одобряет, начинаются работы. Для того, чтобы написать новый плафон, понадобилось 8 месяцев. И вот в сентябре 1964 года состоялось торжественное открытие нового зала оперы. На гала-концерт приглашено 2000 зрителей. Журналисты, элита, ложи блещут, в портере кресла все шумит, включается свет. Работу освистали все, кто мог. Обвинений было два основных. Во-первых, это вандализм, потому что старый плафон был перекрыт, не уничтожен, расскажу чуть позже, но перекрыт. И, соответственно, нарушилась гармония, вот эта вот тяжелая наполеоновская гармония оперы Гарнье. Второе обвинение было более неказистым, оно было антисемитским. Тот факт, что он был еврей и тот факт, что он был иностранец, не понравилось французам. Я уверена, что все вы знаете, что Шагал родился в Витебске, учился в Петербурге и эмигрировал в Париж сначала в 1910, а потом в 1923 году. Поэтому номинально французом он станет только в начале 40-х, в 37-м, по-моему. А вот министр культуры Андре Малеро был очень доволен. На самом деле, все затеянное им оказалось скандалом, который был разыгран как шахматная партия. Перед какой проблемой стоял Малеро в 1959 году, когда решил заменить плафон? Опера Гарнье страдала от отсутствия средств и от полного отсутствия интереса публики. Малеро решил поступить, как он поступал всегда. Этот прием он называл «удар в поддых». Это значит кинуть публике что-нибудь очень скандальное, на что она отреагирует резко, но таким образом привлечь внимание к проблеме. На самом деле, операцию Малеро можно назвать даже отважной, потому что на такой медиатический шаг решится не всякий министр культуры. Как же это было проделано? Итак, Марк Шагал получил заказ на роспись нового плафона в опере Гарнье, но плафон это не просто полтора метра эскиз. Это, между прочим, 200 квадратных метров живописи. Но есть один небольшой нюанс. Не Марк Шагал рисовал плафон. Да, я сказала именно то, что хотела сказать. Марк Шагал, безусловно, нарисовал эскиз, тот самый полтора квадратных метров. Но физически росписью плафона занимались три художника. Команду этих художников-ассистентов возглавлял Ролан Бьерш, художник-самоучка, много работавший в театре. Вот некоторые его личные работы, не театральные. Ролан Бьерш вместе с командой британских архитекторов придумали вот эту вот конструкцию. Она сделана из полиэстера. Это 24 сектора, которые представляют из себя плафон. И он крепится на оригинальный плафон оперы Гарнье. На самом деле, изначальная оригинальная живопись художника Ленепво, она не была снята или разрушена. Она там находится, наверху, под плафоном Шагал. Посмотрите на это. Он разделил плафон на пять основных секторов. Эти сектора в первую очередь бросаются в глаза цветами. Мы видим белый, желтый, красный, зеленый и синие секторы. Весь плафон – это омаж посвящения 14 композиторам. Мусоргский и Моцарт, представленные в синем секторе. Вагнер и Берлиоз – это зеленый сектор. Рамо и Дебюси – это белый сектор. Равелю и Стравинскому выдан красный. Лейтмотивом в истории создания этого плафона является история о том, что Шагалу ничего за этот плафон не заплатили. Вот какой хороший переговорщик был Андре Мальро. Это правда. За макет, за эскиз макета Шагал ничего не получил. Но надо признать, что Ролан Бьерш и его команда были наняты отдельно. Поэтому они-то как раз за 200 квадратных метров расписанных очень даже получили свою оплату. Когда основные покрасочные работы были закончены в мастерской, Бьерш и его команда привозят и монтируют плафон в опере. И вот тогда уже на леса поднимается Шагал для того, чтобы а. подписать плафон, б. сделать какие-то финальные поправки. К этому же времени относится забавная сценка, которая описывает в своих мемуарах сын Шагала Давид Макнейл, музыкант. Они пошли с папой поесть, пообедать в бестро, в тот момент, когда как раз шли укрепительные работы над плафоном. И сели за столик. Рядом за столиком сидели какие-то работяги, внимательно разглядывавшие грязные, испачканные руки Шагала. Работягам стало жалко Шагала. Старик, ему приходится работать, и они его участливо спросили, а что, где-то рядом идет ремонт? Да так, сказал Шагал, это я оперу перестраиваю. И навернул яйца с майонезом. И вы знаете, что интересно? Именно плафон, расписанный Шагалом, так и вернул опере ее популярность. Похоже, что интрига, закрученная Андре Мальро этим странным министром культуры, привела к тому, чего он, собственно, и добивался. Следите за нашими виртуальными экскурсиями, читайте наш Инстаграм и до встречи! Продолжение следует...